Кстати, среди выпускников белорусских вузов немало граждан других стран, в том числе Вьетнама. Образование – одна из сфер белорусско-вьетнамского взаимодействия, на которую в том числе делают ставку в развитии нашего диалога. Планируется, что эти и другие темы будут звучать на разных уровнях во время официального трехдневного визита в нашу страну президента Вьетнама. Чан Дай Куанг был избран на этот пост в минувшем году, а Беларусь станет одним из первых государств, куда отправится вьетнамский лидер. К слову, с нашей страной он знаком не понаслышке. В Беларуси бывал не раз, правда, еще в должности министра общественной безопасности. Перед странами стоит большая задача – за три года увеличить общий товарооборот почти в пять раз. За счет чего это можно сделать и какие договоренности будут достигнуты в Минске? Наша съемочная группа пообщалась с послом Вьетнама в Беларуси господином Леань. Наш эксклюзив прямо сейчас. Партнерство между Беларусью и Вьетнамом имеет достаточно долгую историю. Господин посол, на ваш взгляд, когда был заложен фундамент наших прочных отношений? Наши отношения сложились в первую очередь потому, что обе наши страны поддерживают социальную политику. А если вспомнить Вьетнамскую войну, то беларусы в то время нам очень помогли. Они проливали не только кровь, но и отдавали свои жизни ради независимости моей страны. И такое невозможно забыть. И хоть мы находимся далеко друг от друга, отношения с Беларусью мы уже считаем традиционными. Во время визита президента Вьетнама Чан Дай Куанга в Беларусь состоится его встреча с ветеранами-участниками войны во Вьетнаме. Наш президент хотел бы лично выразить свою благодарность участникам тех боевых действий. Чуть более года назад нашими странами была согласована совместная программа сотрудничества в экономике. Рассчитана она на ближайшие три года. Так вот, по итогам реализации этой программы мы должны выйти на совместный товарооборот в 500 миллионов долларов. На Ваш взгляд, что может стать драйвером наших экономик? Какие совместные проекты прорабатываются, возможно? В декабре 2015 года президент Лукашенко посетил Вьетнам, и это был уже третий его визит. Я лично присутствовал на встрече и был свидетелем наших договоренностей. Одна из них – выйти на товарооборот в 500 миллионов долларов. Да, это непросто. Вьетнам – первая страна, которая подписала соглашение о свободной торговле с ЕАЭС. По нашим оценкам, ежегодно товарооборот увеличивается примерно на 40-60 миллионов долларов. Во-вторых, мы заинтересованы в создании совместных предприятий на территории Вьетнама по производству различной техники, например, грузовиков и автобусов. И эту технику можно будет продавать как на территории Вьетнама, так и в странах Осеан. И уже сейчас ряд совместных производств начинают вести сборку этой техники. Сотрудничество между странами развивается и в других сферах. По итогу 2016 года товарооборот достиг около 100 миллионов долларов. И в первые три месяца 2017-го эта цифра составила около 45 миллионов. Вы сказали, что по итогам прошлого года 100 миллионов долларов США товарооборот. Через три года нужно выйти на 500 миллионов. Вообще это реально сделать? Это трудный вопрос. Моя миссия здесь как раз это гарантировать. Основной базой достижения этой цифры я считаю силу двух государств. И главное сейчас это реализовать соглашение о свободной торговле. Во время визита президента будут подписаны около 10 пакетов документов по самым разным направлениям. Кроме того, на следующей неделе пройдет бизнес-форум с участием более 300 человек. Из Вьетнама приедут около 120 бизнесменов. Интересные договоренности уверен, будут. Надеемся, что во время визита будут подписаны и другие соглашения. Это обмен студентов, соглашения в военной сфере безопасности, а также в сфере туризма. Я считаю, что это станет основной базой, чтобы достигнуть цифры в 500 миллионов долларов США. Как мы знаем, Вьетнам отменил визы для белорусов. И вот мы, в свою очередь, в этом году включили ваше государство тоже в безвизовый режим при посещении нашей страны. Как это отразилось на туристическом потоке? С июля 2015 во Вьетнаме действует безвизовый режим для белорусов. Около 8 тысяч ваших туристов уже посетили нашу страну. И Беларусь отменила визы для граждан Вьетнама. Это очень хорошее событие, но я бы хотел предложить вам продлить срок безвизового пребывания более чем на 5 дней. Второе – это упрощение сбора документов на белорусскую визу для вьетнамцев. Потому что я в качестве посла знаю, что многие люди, которые учились здесь, или просто туристы, действительно хотят съездить в вашу страну. У нас достаточное количество состоятельных людей, и они не против провести свой отпуск у вас. А что советуете посмотреть в Минске? Ваши любимые места здесь? Такой вопрос я хочу от вас отвечать по-русски. Я люблю вас, страны. За то, что я, как считаю, вторая страна, как я врослый. Я закончил институт, и потом поступил в аспирант, и потом работаю в России, и сейчас берусь как в Басон. Восьмая страна – это очень красивая страна. Природа, условия жизни, условия транспорта, например, если страны, то наши страны уважаемые, уважаемые люди. Красивая девушка, типичное место для того, что видится. И вкуснее – это кухня. Самое главное, важное – это страны, мирные страны, стабильности, дисциплины, и уважаемые люди по закону. Спасибо большое. Спасибо.